приветствую вас всех на своем канале меня зовут елена я не таролах для тех кто только пришел могут пытаться меня уличить что я неправильно читаю карта я читаю карты так как идет у меня информация я в общем то добрая ведьма но если меня достану мало не покажется я серые такие ведьмы называется двурушницы хоть не люблю это слово но чем на такое русское вот но я нахожусь я могу работать как со светлыми силами так с тем стараюсь максимально держать баланс между двумя этими силами но именно в нашем мире вот просто смотрю много просмотров видео последнее время бывает меня радует что конечно я для вас оказываюсь полезной но если вот кто меня не знает то позвольте вам представиться события конечно на востоке раскручивать с невероятной силой я ни в коем случае не оправдываю жестокость ни в коем случае вот но то что сейчас делает израиль это неприемлемо неприемлемо не только с общечеловеческих понятий но это неприемлемо с понятие высших сил а если неприемлемо с их пониманием то значит израиль проиграет этого не должно быть гибнет огромное количество мирных жителей и в ответ гибнет огромное количество мирных жителей в израиле здесь нужно как говорится сесть и разговаривать обменяться допустим захваченными там пленными мирными жителями военными обсуждать и действительно нужно создать в конце концов как и должно было быть изначально государство палестины именно настоящее государство которое будет узаконено границы все в таком роде вот но я думаю вы помните что изначально иерусалим был в палестине они в израиле да насколько я помню во всяком случае ну 2 пользовались оба государства а на данный момент насколько я понимаю благодаря бывшему президенту америки арабы теперь этого не могут этим пользоваться что вам хочу вот кто на его новенькие пришли может быть для так скажем уже старичков ну тех кто давно со мной уже ну полтора года точно дам еще раз хочу напомнить бог един для всех название у него имен у него немерено все вот эти кому христиане поклоняются мусульмане поклоняются это пророки это люди живые которые были и вот они имели возможность напрямую общаться с высшими силами и нести обычным людям информацию божества остальные вот в язычестве потом буддизме и других всяких вот этих вот религиях это тоже самое что в христианстве и мусульманстве и не знаем уж мусульман святые есть или нет но вот это те же ангелы архангелы силы там и так далее то есть это вот все вот это вот пирамида так скажем власти просто они могут по-разному называться поэтому нужно принимать любую веру во что верит человек да пусть это даже вам в какой-то степени вредит и понимать что в принципе это одно и то же просто созданы разные ритуалы для поклонения все вот в этом все отличие остальное просто вот имена разные названия разные ритуалы делить нечего он един для всех и ни в коем случае нельзя никому навязывать свою веру особенно это сейчас очень распространено стало у нас православие давайте будем как говорится жить мирно вот и тут я тоже хотя бы на своем уровне призываю что нужно садиться за 100 переговоров в противном случае это третья мировая война и только россия будет максимально безопасным государством ну и может быть еще некоторые небольшие государства на планете но туда особо не захотят ехать но вот россия как самое большое воно будет самое безопасно но нам тоже нужно быть аккуратными чтобы нас не подожгли с разных сторон что я хотела посмотреть уже тренируем вам пять минут чуть больше даже как дальше будет развиваться события так палестина опять выходят жертву в данном случае палестина жертва и глава раздора израиль причем раздор начинается внутри самого израиля потому что и не только внутри но и к нему есть уже претензии других государств потому что он действует изменится как те кто их преследовал свое время они сказали что газу они сотрут с лица земли при этом людям не дает выход вода света отключены там начинается гуманитарная катастрофа но израиль не останавливается и не хочет останавливаться ну давайте посмотрим как будет действовать хамас да он палестине по-моему так называется потому что это не сама палестина и как будет действовать израиль это вот я имею ввиду ближайшие дни там они начинают уже на зашли где-то на границ газа так можно сказать что для хамаса время заканчивается и это неизбежно потому что здесь отчаяние и жестокость или они будут наверное даже скорее они будут действовать от отчаяния и поэтому очень и очень жестоко ими конечно кто-то управляет ну само собой есть глава самого хамаса там их не один да и они ими управляют но они они как не до конца уверены что правильно поступают где-то они понимают что вполне возможно их используют что еще но их будут поддерживать им будет очень большая поддержка извне помощь она принципе отчасти есть но это то что сейчас происходит там из ливии сирии это ерунда будет серьезная им поддержка и в конце концов что там будет дальше им еще подкинут ресурсов чтобы они действовали максимально эффективно но это и придет приведет к тому что скорее всего они остановятся возможно им дадут деньги деньги там какие-то ресурсы в общем пойдут на их вот наверно так лучше сказать что пойдут на их условия и это все закончится ну и помощь конечно будет и будет помощь серьезная но само собой там людей мирных людей нужно спасать так что закончится но на условиях хамаса так израиль не понимает что делать будет нести очень серьезные потери в результате потеряет скорее всего часть своих территорий и ресурса но тоже будут действовать очень жестко тоже помощь извне ну там уже и пошла не самое неприятное что это должно быть это должно произойти давно было произойти слишком они возгордили слишком они много на себя взяли и решили что они а на самом деле они всего лишь сидят на тех ресурсах что они именно удалось собрать и ну то что там еще может быть америка да с чем это для израиля закончится израиль в основном останется один они конечно постараются максимально максимально все таки благополучно выйти из этой ситуации но их ждет израиль ждет серьезно трансформации это о чем то что для них будет ударом очень серьезно и будет решено большим количеством людей то есть скорее всего вот это вот и говорит о том что они скорее всего потеряют свои территории будет образованы государства именно палестину так как оно должно быть чем это закончится ну слава богу это закончится довольно таки быстро все эти напряженные ситуации скорее всего довольно таки быстро смогут провести какие-то договоры но израиль потеряет часть своих территорий и ресурсов так что да скорее скорее всего будет новое государство палестина в новых своих границах так благодаря кому это будет осуществлено объединяться несколько государств и давно и даже не то что несколько большое количество государств которым будет очень тяжело решает этот вопрос будет серьезно такое противостояние сопротивление и вот это вот где-то и страх но нужно очень четко понимать происходящую ситуацию потому что ну чтоб не оказалось иллюзии все это да договоренности это это нужно решать именно конкретно делать выбор планировать это как это все осуществить этом и это должно быть под жестким контролем прямо вот ни шагу вправо ни шагу влево только очень жесткий контроль чтобы вот это вот все осуществить и это будет то есть это не одно государство будет решать и будет собираться большое количество ну относительно сколько тут не больше десяти государств которые будут имеют очень большое влияние будет садиться и договариваться и потому что было каком там 67 по моему году решено в тех скорее всего границах будет новое государство а израиль потеряет свои территории и им хвост очень серьезно прижмут в плане того что он не должно быть никаких провокаций потому что вот эта ситуация вся очень похожа на провокацию страны израиля хотя та сторона тоже хамас тоже виноват само собой поэтому виноваты как говорится в скандале оба надо садиться и разговаривать ну и всем нам желаю чтобы и там все затихло и наконец наступил мир чтобы мы не свалились в третью мировую желаю вам всем мирного неба над головой берегите себя берегите своих близких и до новых встреч